здорово криптаны с вами александр и сегодня у нас разбор проекта но сегодня не совсем обычный выпуск сегодня я не буду разбирать топовые проекты или хайповые проекты или проекты которые сейчас набирают хайп которые выстрелили нет стрели в общем я бы хотел разобрать эфириум classic да им вообще на мы эфиром classic уже разбирали в прошлом году делали подобный под подробный выпуск о нем но я считаю что мы не ответили на все вопросы не раскрыли тему так как бы нам хотелось раскрыть и тем более нам кажется что сейчас есть некая актуальность чтобы вновь поднять этот вопрос а что там с эфир классиком если у него потенциал если у него будущее и может быть раскрыть тему с етц еще раз немножко под другим углом поэтому если вам это интересно усаживайтесь поудобнее захватите какую-нибудь вкусняшку бедного и косики этому видео погнали и так прежде чем мы начнем предполагать и смотреть в будущее историю планы и думать есть ли место эфириума классику в нашем прекрасном светлом крипто будущем или нету давайте прежде вернемся в прошлое и посмотрим на историю создания эфириума классика как же он появился на свет и вопреки общему мнению многие думают что эфир классик это форк эфириума который откололся в 2016 году и вот здесь первая и ключевая ошибка на самом деле эфириум классик не форк эфириума эфириум форк эфира классика теперь немножко раскрываю карты как все происходило ну в реале или на самом деле дело все в том то что когда виталик бутерин кевин вуд гевин вуд и чарльз хоскинсон они объединились естественно инициатива была от виталика бутерина 2014-2015 год он написал белую книгу которая легла в основу тогдашнего еще совсем молодого и зеленого проекта эфириум к нему присоединились два вот этих гиганты мастодонта мастодонта криптографии программирования такие как гевин вуд и чарльз хоскинсон они начали создавать вот этого гиганта в виде эфириума на самом деле тогда еще не было никаких потенциалов что это будет что-то чем-то великим чем-то большим и значительным и была создана такая некоммерческая точнее коммерческая децентрализованная организация the dao так она и называлась the dao саморегулируемая децентрализованная организация и вот это задала это был некий эксперимент то есть задачей было привлекать какие-то инвестиции аккумулировать их в своем фонде и распределять методом голосования для тех или иных нужд общего проекта есть создавать какие-то там протоколы мосты смарт-контракты кодите все тому подобное прочее в общем вот как была основная задача этого комьюнити задал он но случилось следующее на самом деле прогноз который строился это да вот что привлечение привлеченные инвестиции будут примерно там 100 или 200 тысяч долларов если там будет 300 тысяч долларов то они будут там счастливы это будет офигеть какая хорошая сумма в общем прогноз был от 100 до 300 тысяч долларов и тут случилось первое the dao привлекли в свой фонд 150 миллионов долларов естественно в токенах эфириума это была астрономическая сумма огромные деньги даже сегодня не то что по тем временам сегодня тоже это огромные деньги и ну как как первое вот такая многое многие люди много и многие эксперты сообщества считают что это была первая ключевая ошибка то что не было ограничений потому что все понимали что это только эксперимент это только попытка вот как-то так самоорганизоваться но да на самом деле внутри протокола были свои недочеты например самый язык программирования solidity он так архитектурно дизайн языка позволяет сгладить многие не то что сгладить а упустить из вида многие ошибки кода кода смарт-контракта и вот как раз смарт-контракт и стал камнем преткновения там оказалась очень серьезная дыра брешь через которую который воспользовался злоумышленник и когда увидел такую огромную сумму денег ладно там было 100 200 тысяч долларов как бы до проявилась брешь это был эксперимент в принципе все на это были готовы комьюнити ну ладно брешь нашли деньги пропали да и хер бы с ними брешь заделали эксперимент удался но в любом случае а здесь было 150 миллионов долларов и злоумышленник был 50 миллионов долларов по тем временам это было примерно 13 процентов от всей эмиссии эфириума и это было катастрофично и в этот момент проект встал под угрозу банкротства и там ну жесткий был скандал и какие несколько решений были приняты разработчиками то есть тем самым деле выдвин выдвигалась много различных историй тем более там было время ну как как какое-то 28 дней было на решение проблемы потому что по самим законам этого смарт-контракта там было 28 дней эти деньги были в буфер замороженном состоянии и даже злоумышленник который их похитил все но ничего не мог с ними сделать 28 дней благодаря кстати белым хакером тогда попытались деньги обратно украсть у похитителя и это даже удалось большую часть все равно у него украли обратно но тем не менее была первая инициатива это сделать софтворк то есть взять и заблокировать ему эти средства чтобы он не смог никуда их потратить но суть в том то что это этот софтворк не возвращал транзакцию обратно и было предложено hard work hard hard reset и или hard fork который как раз и поддержал виталик бутерин hard work предполагал что давайте откатим блокчейн типа перезапустим с того момента где не было этой транзакции и как бы все будут счастливы но некоторая часть сообщества сказала ну как бы мы вообще здесь что делаем суть в том то что понятно если была ошибка была бы на уровне протокола да например как биткойн потому что и внутри биткойна существуют hard fork и они не ведут каким-то жестким там не обязательно ведут к раздвоению сети это просто обновление которое нужно применять где здесь сейчас когда есть ошибка на уровне протокола на или не блокчейна с в ситуации именно задала там на самом деле ошибка была очень примитивная и она находилась внутри самого smart smart контракта то есть какой-то кодерну как тот кто программисты которые создавали этот смарт-контракт допустили ошибку и результате этой ошибки из этого смарт-контракта были уведены средства в размере там 50 миллионов долларов но по состоянию на токе на естественно того времени в эфирах но суть в том даже сам похититель который украл деньги он писал анонимно но написал ребята слушайте я воспользуюсь смарт-контрактом который вы написали и использовал возможности вашего же смарт-контракта где мой косяк как бы это ваш смарт-контракт вы заложили эту возможность я и воспользовался и заработал денег и вот тут самая большая имприз и принципиальная точка возмущения сообщества то что часть комьюнити сказала слушайте а почему мы должны откатывать весь блокчейн менять весь протокол только из-за того что в каком-то смарт-контракте ошибка и там заложены интересы финансовые интересы определенного круга лиц узкого круга лиц и ради этого мы будем откатывать здесь блокчейн а не ради этого ли не для для чего вообще создавался блокчейн для чего вообще создавалась кита в чем идея фундаментальной криптовалюты не в том ли чтобы это было децентрализовано чтобы это было не цензурируемо не имела органов власти влияние и было под управлением как бы людей и работал автономный нет не в этом и здесь вот большой большой разногласий и произошло и все-таки виталик будто не продавил свою точку зрения биток точнее биток эфириум все-таки сделал hard fork они откатили сеть и продолжили существовать в отвлитвленной сети но так как большая часть разработчиков естественно ушли за создателями проекта туда они так и оставили свое имя типа вот была общая цепь одна цепочка от начала и до конца мы вот так вот от двоились от нее и здесь у нас новый новый виток эфириума пошел туда а украденные средства остались на этой цепочке и вот таким образом общая часть всех средств ушла с металликом бутырем в эту сторону а так как оригинальная цепочка эфириума осталось в меньшинстве осталось еще и с этим злоумышленником как бы так получилось то им пришлось взять себе новое название они назвали себя эфириум классик и после этого у них было еще немало проблем потому что это было действительно максимально децентрализованная сеть как она вообще сформировалась то что часть комьюнити когда отщепилась туда перешли майнеры какие-то узлы ноды какие-то разрабы остались и вот они мал по малу без особого финансирования в свободное время чисто вот такие крипто анархисты в какой-то степени которые затрушен и децентрализацию они начали его поддерживать и начали создать мало-помалу кто-то там кто-то сям организовались более-менее какие-то группы разработчиков которые начали заниматься этим на постоянной основе причем что у каждого был свой сегмент свой сектор какая-то группа разработчиков занималась кодом какая-то маркетинг какая-то дизайном какая-то инженерии какая-то там смарт-контрактами ну в общем вот они вот таким образом и все решения принимались исключительно путем голосования то есть чтобы какое-то реализовать какое-то решение внутри блокчейна понадобилось 51 процент всех голосующих чтобы они сказали да вот это решение нам нравится это решение не нравится ну так то есть такая настоящая можно сказать система трушной децентрализации и вот децентрализованной организации именно дау так она и начал существовать в 2016 году когда эфир классик только-только появился он стоил 075 цента но в тот момент те держатели эфириума которые имели на своем балансе эфир они получили ровно столько же эфира классика в момент рассоединения цепочек но только эфир классик на рынке настолько сильно был никому не нужен что стоило 0,75 доллара на этом проблемы для это цен не закончились они только начинали формироваться одно из первых вызовов которые были брошены для эфириума классика это как раз недостаток финансирование все дело в том то что так как самая большая команда разработчиков самый может быть сильные разработчики они ушли за виталиком бутерином и в том числе и гвин вуто чарльз хоскинсом они стали работать дальше над над тем эфириумом который мы сегодня знаем как етых а у него и финансирование все они могли себе позволить огромный штат программистов и работать нон-стопом и внедрять новые протоколы внедрять и внедрять новые обновления все это создавалось и было здорово и хорошо эфириум классик себе такого позволить не мог многие кстати сейчас есть такое расхожее мнение что типа ну эфириума косяку легко развиваться он может просто вслед за эфириумом применять все те же наработки которые вот эфир разрабатывает что-то внедряет эфирю косяку нужно только повторять нет это так не работает они пытались так делать действительно пытались и первое время даже получалось но потом из-за как раз дефицита бюджета из-за дефицита рабочей силы дефицита просто банально умов это у них перестало получаться эфириум начал отдаляться от них в разработках то есть количество внедряемых разработок в эфириум етыха было настолько большим что он начал изменяться кардинально от своего так скажем младшего собрата и вот эти изменения были наслаивались друг на друга и потом следующие разработки которые внедрялись уже в измененный эфириум они были не применимы к с младшему собрату к етц и поэтому эфир классик решил пойти просто своим путем они начали разрабатывать немножко свои протоколы и тем более что у них как раз период двадцатого года 19 20 год очень сильные проблемы были с атакой 51 и все бы хорошо но за двадцатый год насколько я помню было три атаки на эфириум классика таки 51 почему это было актуально и почему вообще была возможность провести это таки все очень просто мощность совокупная мощность между оригинальным эфириум на не оригинальному и тх и и тц отличалась в 16 раз то есть 50 там терахэш было на эфириуме классике и 800 терахэш было на обычном эфириуме и вы представляете что от обычного эфириума нужно было всего лишь отщипнуть одну 16 чтобы провести атаку 51 то есть кто какой-то майнер сидит он там майнит эфириума я тх а потом может какой-то мин раз переключиться на это где-то c да и провести какую-то атаку и там откатить какую-то транзакцию крупную и как бы этого ничего не мешало этому сделать и даже есть аналитика то что на тот момент времени как минимум четыре крупнейших пула имели такую мощность в одном месте сконцентрировали который превышала общий хэш рейд и тц то есть они запросто могли провести атаку 51 но их и было двадцать двадцатом году три атаки там на биржу полонникс на биржу окикс помещена какую-то биржу но суть не в том суть в том то что это сильно поставил под угрозу существование самого блокчейна и из-за того что многие биржи начали уже подумать о том чтобы делистить и классик он сильно начал падать в цене и комьюнити очень сильно ослабло но разработчики придумали протокол который называется мисс мисс это протокол который просто вводит систему штрафов для введения вторичной цепочки то есть альтернативной цепочки штраф виде временной задержки вот эта временная задержка запросто позволяет любому узлу ноду любому майнеру определиться где цепочка вторичная где первичный естественно все майнеры и все валидаторы все узлы выбирают первичную цепочку и таким образом сейчас внутри протокола эфириума гласик атака 51 практически невозможно причем даже что мощность там него достаточно маленькая кстати виталий бутерин тоже приложил руку к разработке этого протокола то есть он как бы дал на вот дал рекомендации дал не то что рекомендации в общем он поучаствовал в создании этого протокола защиты для эфириума классика за что им конечно большое спасибо это что касательно истории от с тех пор эфириум классик развивается и на самом деле он активно начал развиваться все равно он нашел свое комьюнити он нашел своего потребителя и он начал развиваться немножко хочу сказать про те команды которые сформировались вокруг эфириума классика одна из крупных команд внутри етц это етц дав тем который разрабатывает герс классик под руководством игоря артамонова наш с вами соотечественник также есть команда эфириум commonwealth которая разрабатывает ерце двести двадцать три поддерживает программу вознаграждения портирует и нс ну и так далее и так далее также есть команда я очень главный кто это пишет грозен дик грозен дик грозен дик грозен дик но работ над клиентом там различные клиенты-клиенты там на python клиенты народа на джава ну и так далее и так далее. И последняя команда, на мой взгляд, самая интересная команда. Это команда ETH Core. Команда ETH Core возглавляется Гевином Вудом. Гевин был соучредителем Ethereum вместе с Виталиком Бутырином и написал Yellow Paper, официальную спецификацию для Ethereum. После ухода из Ethereum Foundation он основал ETH Core и создал клиент Parity. Он написан на языке программирования Rust и является клиентом, поддерживающим блокчейны Ethereum Classic, Ethereum и Expense. То есть одна из команд ETH Core, которая разрабатывает Ethereum Classic, она возглавляется Гевином Вудом. А это, на мой взгляд, один из самых интересных моментов, к которому я еще вернусь чуть дальше. Вот такие команды сегодня уже на постоянной основе в фулл-тайм времени работают над работой в Ethereum Classic. Это, кстати, в разнос расхожего мнения о том, что Ethereum Classic не развивается, у него нету стабильных команд разработчиков, никто им не занимается. Ни хера! Аж четыре крупнейших команды занимаются в фулл-тайм времени с большим финансированием. Достаточно с большим финансированием. Даже тот же ETH Core, который возглавляется Гевином Вудом, он не только для Ethereum Classic, он еще работает с обычным Ethereum. То есть у них более чем достаточно финансирования. И то же самое со всеми остальными ребятами, которые работают в целом по всему миру. Это основной состав. А еще есть и не основной состав различные ребята, которые этим занимаются на альтруистических началах, в различных режимах. Кто-то на полставки, кто-то на треть ставки, кто-то в свободное время, ну и так далее, и так далее. Но в целом комьюнити людей, которые занимаются разработкой и развитием Ethereum Classic, не такое уж и маленькое. Потому что, если мы посмотрим далее на то, что сегодня создается на базе Ethereum Classic. Оно достаточно приятно. И туда же, вопреки еще одному расхожему мнению о том, что отличия между Ethereum Classic и Ethereum очень уж различны. Но отчасти это действительно так. Сегодняшний Ethereum, ETH, он сильно отличается даже от самого себя трехлетней давности. Потому что такое огромное количество изменений, которые были введены в него. Ну и тем более, что он перешел на Proof of Stake. И дальше нам еще грядет совсем новая эпоха Ethereum. Когда будет Ethereum 2.0, это вообще совершенно отрыв башки. И общего между Ethereum 2.0 и старым Ethereum, или даже Ethereum на POSI, это единственное, что их будет объединять, это только название. Потому что все это... Ну это уже тема для отдельного выпуска. Эфириум 2.0 это что-то грандиозное. По крайней мере, так они заявляют. Но как они это построят, посмотрим. Но должно быть что-то интересное. Но это тоже неважно. Ethereum Classic сегодня, он остался приверженцем такой аутскульной философии про блокчейны. То, что блокчейны должны быть децентрализированы. Вот как ни крути, но нет, нельзя. Код это закон, это основная идея, основная мысль, которая сквозит через весь Ethereum Classic. И она как раз и привлекает очень большое количество нового комьюнити людей-умов, которые приходят в эфир Classic. Потому что код это закон. Его нельзя откатывать в угоду, тем более в финансовую угоду узкого круга лиц. Вообще, в принципе, его откатывать нельзя, если это не ошибка, глобальная ошибка самого протокола. И, в принципе, все комьюнити объективно признают, что, ну, типа, да, как бы, можно было бы сейчас какое-то обновление применить. Так было бы в биткоине, в этом нет. Чего страшного? Это нормально. Это никак не противоречит законам децентрализации. Решения принимаются коллективно, всеми участниками рынка. Основные парадигмы, которые исповедует ETC, это неизменность. Это неизменный, децентрализованный, сегодня уже, можно сказать, практически неуязвимый, стабильный, старейший, активно развивающийся по-своему. Но все же, вот что из себя представляет Ethereum Classic сегодня. Протокол имеет общую рыночную капитализацию больше трех миллиардов, и сегодня он занимает 24-ю строчку на CoinMarketCap. Ну, да, сейчас и можно сказать, что, типа, он скатывается по CoinMarketCap нещадно вниз, и отчасти вы будете правы, потому что еще там в 2017 году он занимал 15-ю, 16-ю строчку в CoinMarketCap, а если еще ранее там он занимал 4-ю, 5-ю, 7-ю строчку в CoinMarketCap, ну, там, в 16-м году, по-моему, или 10-ю строчку, ну, уже не суть важна. Потом он начал откатываться 17-я, 19-я, 20-я строчка, 21-я, и, по-моему, в самом-самом пике, в самый холодный период зимы 2019 года, криптозимы 2019 года, или это был 20-й год? Ну, 20-й, по-моему, год это был, да. Самый, короче, пик криптозимы, он занимал 50-ю строчку CoinMarketCap, но с тех пор он неплохо так скорректировался, если мы смотрим по капитализации и по CoinMarketCap, то есть с 50-й строчки он был на 30-й строчке, на 28-й строчке, и сегодня на 24-й строчке. Это значит, что в целом классик как-то более-менее восстанавливается, восстанавливает свою популярность, ну и при том, что у него и были, конечно, неплохие пампы, и дампы, конечно, были, но и от роста он очень даже неплохо. Еще хочу пару слов сказать про эмиссию эфириума классика. Одно из ключевых отличий между ЕТХ и ЕТЦ, то, что ЕТХ не ограничен в эмиссии, то есть его может быть нашлепано до бесконечности. Конечно, там есть дефляционные механизмы, которые должны компенсировать, инфляционные механизмы, ну там стейкинг, вот это, которые... Постоянное увеличение эмиссии средств монет, которые потом будет переложено в стейкинг, оно увеличивает эмиссию заново, и вот этот замкнутый круг, который постоянно будет разрастать такой в легкой геометрической прогрессии, легкая геометрическая прогрессия, да, сейчас математики просто кинут булыжник размером с носорога. В общем, это будет разрастать и увеличивать излишнюю массу токенов в рынке. Ну, в эфириуме есть протокол сжигания, которые, в принципе, неплохо пока справляются с инфляцией в эфириуме. В эфириуме классики вообще такой проблемы даже не стоит и стоять не может, потому что в эфириуме классики он ограничен. И ограничен он эмиссией в 210 миллионов 700 тысяч токенов, и на сегодняшний день у нас в рынке в обращении 66% всего предложения эфириума классика, что в целом это неплохо. Это очень даже неплохо. 210 миллионов в принципе достаточно для всего земного шара, чтобы им пользоваться вполне комфортно, как платежным средством, да, чем, как чем угодно. При том, что у каждого эфира классика примерно 8 нулей после запятой крайне неделимая его часть. То есть она там называется VIV или что-то типа того, сейчас уже не помню. Ну, 8 знаков после запятой это самая мелкая неделимая часть. Поэтому если мы 210 миллионов возведем там, короче, до хера токенов, да, там неделимых токенов будет какое-то космическое количество, точно всем хватит. И при всем при этом, то что он ограничен, так же как и биткоин, это само по себе неплохой дефляционный механизм в долгосроке. Это само по себе будет давить на рост капитализации и рост стоимости в будущем. А теперь самое интересное. Почему эфириум классик имеет потенциал, почему он будет расти и почему он будет развиваться и никуда не денется? Почему эфириум вообще может отрасти? Давайте поразбираемся. Из тех вводных, которые я уже сказал. То, что у нас 139 миллионов монет уже в рынке, 210 миллионов монет у нас потенциальная эмиссия, но несложно можно почитать, что примерно еще 70 миллионов потенциально может войти в рынок. Это примерно, да не примерно, а почти точно 50% от того, что уже сейчас имеется. То есть еще 50% от того, что сейчас есть, и это будет полная эмиссия всего классика. Это не так много, даже я бы сказал весьма мало. Сейчас цена классика у нас 22 доллара, причем что мы сейчас на медвежке, и при соотношении к битку примерно в 24, сейчас 1000 долларов по битку, 22 доллара по классику. Общая рыночная капитализация за 3 миллиарда. Вот, это самый ключевой фактор. 3 миллиарда это очень много для такого протокола. Как вот многие ему говорят, что он не развивается, на нем нет проектов, он нахрен никому не нужен, он только спекулятивный актив. Но, извольте, у этого спекулятивного актива 3 ярда капитализации. И это нифига не мало, это даже дохера. А теперь насчет проектов, которые на нем не развиваются, не строятся эти протоколы. Давайте переходим в приложения, пожалуйста. Приложения, которые сегодня строятся на эфириуме. Вот их перечень. Тут ЕТХ-сваповка, пожалуйста, есть. Есть децентрализованные приложения, да, есть. Можем перейти на DeFi Lama, посмотреть. Вот они, пожалуйста. Да, сейчас небольшие объемы. Для децентрализованных приложений, да, там 382 тысячи. Но, извольте, он только начал. На самом деле у нас там с 22 года идет вообще история децентрализованного движения от ЕТЦ. Ну, именно там в DeFi протоколах, в децентрализованных финансах, да, там вот как он работает. Поэтому у него там всего 5 каких-то проектов, да, там в том числе ЕТЦ-свап. Но это за год, так-то вот, если что, на минуточку, то есть там в 22 году не было ни хера, да, вот там в декабре 21, да, и у нас 23 год, у нас уже там 382 тысячи долларов и 5 проектов уже существуют. А последний проект «Поменять кота» там работает на практически на всех блокчейнах, там 14 блокчейнов, которые он поддерживает. Но в целом динамика неплохая, давайте так скажем. Можно было бы получше, но в целом неплохая. Вот, ну и, конечно, там и то количество проектов параллельно, ну, не децентрализованно. А в целом приложения, которые создаются, вот можно здесь посмотреть. Про NFT, да, например, можно перейти в раздел NFT. И да, вот даже были запущены эти обезьянки, да, там Манкис на ЕТЦ. И тоже эта коллекция большим успехом, кстати, пользовалась. И NFT-коллекции, и вообще NFT-проекты тоже запускаются на ЕТЦ. И если вы думаете, что, типа, NFT на ЕТЦ, оно, типа, не живет, да нифига еще, как развивается. И тоже он не стоит в стороне, нормально не движется. GameFi, сейчас тоже могу сказать. Типа, GameFi нет на ЕТЦ, да, Heros 2 есть на ЕТЦ и GameFi. Вот, пожалуй, пока, да, три проекта, не самых, там, может быть, топовых. Например, там, Aquabank, это типа аквариум. Здесь вы можете разводить, здесь вы можете присматривать за своим китом. Это рыба в защищенном аквариуме обитает. Игрок должен ее кормить, ухаживать и кормить планктоном. Типа, и она будет расти, потом кит вырабатывает нефть. Нефть. Да, Auso Product Oil. Да, кит вырабатывает нефть, потому что есть планктон. Нефть, и, ну, короче, да, как странная игра. Но суть в том, что игра, уже ее можно установить на свой компьютер. Еще три игры. Но суть в том, развивается, делается, создается. Если вы думаете, что у эфириума сильно больше... Давайте вот сейчас просто перейдем на официальный сайт эфириума, посмотрим, насильно ли больше там приложений. Вот финансовые приложения. Да, вот здесь там сколько их? Ну, не критично больше. Да, тут, ну, понятно, Денисва, Пави. Это финансы, да, искусство коллекционирования. Тут у нас вообще тут, может быть, меньше десяток. Ну, десяток. Десяток будет приложений. А на классике у нас в NFT, ну, примерно даже больше, мне кажется, проектов в NFT, которые созданы на классике. Ну, понятно, на эфириуме, на ЕТХ. Они объемнее, они включают в себя больше ресурсов, больше аудитории. Это я понимаю. Но вопрос привлечения разработчиков, вопрос привлечения команд, которые этим занимаются, она, например, на одинаковая. Ну, то, что у них команд получается активнее, понятно, что они на другом блокчейне работают. Это как бы ясен перец. Если возьмем игры, то в играх на эфириуме, эфириуме. Ну, понятно, сейчас, да, тут Децентралэнд есть. Заеб... Да, на эфириуме, вы скажете, есть Децентралэнд, самая крупнейшая, да, там, игрушка. Согласен, ну, я имею в виду сравнения проект-команд. Команд не так уж большая разница, да, там, грубо говоря, в эфириуме там 100 команд работает на всех приложениях, на всех проектах, а в классике, там, 80 команд работает. У одних, там, чуть поменьше проект, им малоизвестный, но они и начали не так давно. Ну, реально не так давно, потому что, там, с 20-го года только начали классик, так, более-менее активно, 21-го даже года начал как-то более-менее активно начать развиваться, там, и в DeFi, и в NFT, в GameFi и так далее. А потом у нас какие-то зима началась, да, в 22-м году. Ну, и в целом уже инерция немножко спадает. Но давайте дадим еще пару лет и посмотрим, насколько далеко может выстроить эфириум классик. Я это все говорю к тому, что эфириум сегодня, он не стоит на месте. Он развивается, он не оставляет ни одну отрасль криптоиндустрии где-то в стороне. Также развиваются и криптозаймы, так развивается и лендинг, также развивается краудлон и все подобное прочее. Все это тоже есть, и NFT, и GameFi. Просто сам классик начал немножко позже. Финансирования сегодня у классика более чем достаточно, потому что и капитализация все же даже на медвежьем рынке, она огромная, и она будет только разрастаться. Эфириум классик сегодня плотно стоит на эфириуме, на алгоритме, на алгоритме консенсуса Proof of Work, который при прочих равных сегодня все-таки очень большое комьюнити принимает и оставляет за собой, признает более фундаментальным, что ли, более трушным, более децентрализованным протоколом консенсуса. Да, постпротоколы развиваются более стремительно, более объемно, набирают капитализацию, но эта отрасль Proof of Work, она никуда не денется, она все равно останется. Ее нельзя просто так вычеркнуть, потому что есть огромное количество людей, которые готовы за нее биться, готовы за нее грызгтись, готовы туда инвестировать свое время, свои силы и свои деньги. И таких людей очень много, очень много сегодня, и их будет еще больше в будущем. И пока эти люди есть, есть и люди, которые болеют этим проектом или хотят поддержать его, этот проект будет жить. Потенциал у него пока, на мой взгляд, весьма хороший. Намного больше, чем у как минимум двух тысяч проектов на CoinMarketCap. Вот просто по минималке. Поэтому решение принимайте вам самим, но мы делаем ставку, наша команда делает ставку на Ethereum Classic, поэтому мы занимаемся разработкой майнинг под Ethereum Classic, мы занимаемся майнингом Ethereum Classic, потому что мы в него верим, мы знаем, что он вырастет, он обязательно вырастет, обязательно он займет плотно свой кластер экономики в новом прекрасном, светлом криптобудущем. Но на этом у меня все. Я надеюсь, этот выпуск вам был интересен, полезен. Если это так, поддержите этот выпуск лайками, подписывайтесь на наш канал, не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропускать новые, свежие, интересные выпуски. С вами был Александр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok